Лесная ведьма 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 Дело в том, что данное орудие необходимо взвешивать от четвертого снаряда Если вы будете использовать лесную ведьму Как цикличное орудие И будете отстреливать только одним снарядом Перезаряжать его и опять отстреливать То ваш ДПМ будет составлять уже не 1265 А в районе 2000 И это действительно очень крутой показатель для седьмого уровня Используйте вот эти вот снаряды Только лишь тогда, когда вы хотите добрать кого-то однозначно И после этого у вас есть время для того, чтобы полностью зарядить свой магазин В таком случае, да, действительно ДПМом можно пожертвовать И пойти именно на то, чтобы минуснуть какой-нибудь ствол в бою И таким образом приблизить победу Что касается угла склонения орудия вниз Минус 6 Да, пускай не самый комфортный показатель Но за время игры на данной машине Он абсолютно ни разу мне не помешал в боях Что касается среднего урона за выстрел То целых 240 единиц Умножьте на 4 И вы поймете, что такое Один барабан лесной ведьмы на седьмом уровне Это действительно крайне крутой показатель Что касается бронепробития Здесь 178, я не ставил калиброванные снаряды Играю с вентилятором Мне так удобней Вдруг вам не хватает пробития Лучше заряжайте подкалиберные на 240 Вам будет их хватать для того, чтобы пробивать практически всех На своем уровне И многие восьмерки тоже вам поддадутся Вот такое интересное орудие, ребят Завезли разработчики А точнее установили на лесную ведьму Стоит также отметить, что время сведения 3,8 с учетом времени перезарядки Даже вот этого четвертого снаряда Очень даже комфортно отыгрывается в боях Что касается разброса То мне разброс лично показался Очень даже таки комфортным Давайте еще обсудим с вами вопрос бронирования Здесь есть броня И стоит отметить, что она не ультимативная Но все же, как вы видите Башня с алба неплохо забронирована 240 мм с учетом приведенки в центре Что касается по щекам Здесь 250 мм, но стоит отметить, что Здесь очень, ну очень большая башня Это прям жбан такой огромный Который пробивается очень легко И как только вы отворачиваетесь От своего соперника Становитесь к нему вот таким ромбом То сюда прилетает к вам Ну прям мама не горюй Что касается вот этой вот части Я имею ввиду верхняя часть корпуса Спереди Здесь 300 мм с учетом приведенки Поверьте мне, на седьмом уровне Никто сюда пробивать вас не будет Да, можно попытаться выстрелить вот этот нижний бронелист Здесь брони очень мало Но и сам бронелист Посмотрите, каких размеров и как расположен Короче говоря, если будете стоять на ровной площадке То пробить вас прям налегке Не получится однозначно А дать в дыню сдачи Вы всегда сможете Используя 4 снаряда в барабане В случае необходимости Есть комбашня Но она очень маленькая Выцеливается очень сложно Да, по бортам, по корме Здесь хвастаться, как вы видите, нечем Что касается сравнения с другими машинами На седьмом уровне огромное количество танков Но все-таки высасывать из пальца Сравнение прям со всеми Это крайне глупая затея Давайте сравним с теми машинами Которые действительно должны, как мне кажется Стоять рядом с лесной ведьмой Для того, чтобы можно было адекватно сравнивать Это у нас могильщик, уничтожитель и фараон Понятное дело, что уничтожитель просто разрывает по ДПМу Но все же, ребят Стоит отметить, есть один маленький нюанс И этот маленький нюанс сводится к тому, что здесь вы отбрасываете три снаряда За один выстрел То есть вы не контролируете все три своих выстрела Вы все три выстрела должны дать в одного соперника Лесная ведьма, могильщики, фараон Позволяют вам выбирать цель, в которую вы отправляете свои снаряды И это очень важно И все же я бы отсюда данную машину убрал Потому что сравнение будет не совсем честным Как я уже сказал, безусловно Уничтожитель куда круче тачка В отношении результативности, нежели многие другие машины на уровне Если сравнивать его с могильщиком То здесь уже плюс-минус более-менее похоже Но опять-таки, на могильщике и на фараоне Вы имеете обычные цикличные барабаны И пока вы их не опустошите или не перейдете на перезарядку заблаговременно Соответственно, новый магазин вы не получите в пользование Что касается лесной ведьмы, здесь проблемы такой нет Если вы знаете, что такое система дозарядки Если вы играли на кранвагне или на проджете 65 Или на 46 проджете То вы понимаете, о чем я говорю Вы всегда имеете в запасе 1, 2, 3 снаряда Для того, чтобы продолжить бой Что касается подвижности Машина вполне себе оказалась подвижной Несмотря на свои размеры Ездит точно так же, как могильщик И мне этого более чем достаточно Для того, чтобы комфортно передвигаться по карте Что касается доходности Данных у меня нет, но все-таки это не будет фармер Это машина для веселья, для фана и не более того Может быть, вам придется периодически уходить В какой-то не то, чтобы минус Но спускаться по заработкам серебра Для того, чтобы использовать побольше голдовых снарядов Но все-таки мне кажется, что порой стоит заплатить серебром За получение максимального удовлетворения от боя У нас нет данных абсолютно по результативности машины В отношении процента побед Но я думаю, что это будет приблизительно то же самое, что у могильщика Вот такая вот лесная ведьма в сравнении с другими машинами С которыми действительно имеет смысл данную тачку сравнивать Я думаю, что мы с вами обсудили абсолютно все, что можно было обсудить Ну а теперь у нас главный вопрос Чего стоит ведьма в реальном бою? Ну и для того, чтобы узнать ответ на данный вопрос Мы в этот бой с вами отправляемся Итак, друзья Что я для себя понял, играя на лесной ведьме Еще до того, как она появилась официально в игре Я для себя понял, что в первую очередь данную машину необходимо использовать Как машину поддержки В первую очередь И только тогда, когда уже плюс-минус понятно, что в бою происходит Необходимо идти вперед, продавливать направление Идти, так сказать, на разрыв своих соперников Что касается тактики игры на данной тачке В первую очередь необходимо отыгрывать так, чтобы вы играли именно от башни Я сейчас отстреливаю по несколько снарядов На последнем снаряде я останавливаюсь И не планирую дальше стрелять по одной простой причине Потому что если я его выпущу Я уйду на перезарядку на целых 18 секунд округляя А это действительно очень много Я лучше оставлю этот снаряд Дозаряжу те 3 снаряда, которые я потратил Немножечко объеду наших товарищей соперников Подъеду к нашим союзникам уже с полным барабаном Ну и попытаюсь быть максимально результативным Показывайся Что касается времени сведения Сводится очень даже четенько, очень даже бодренько Что касается скорострельности Как вы видите, очень приятно, очень комфортно Ну а что касается точности То, как вы видите, вполне себе спокойно выцеливаю Все, что необходимо для того, чтобы можно было пробить Ну а точнее для того, чтобы можно было попасть туда Куда необходимо Что касается подвижности Кстати, ребят, обратите внимание Машина перекатывается по карте Очень приятно Я не чувствую абсолютно никакой скованности В отношении движения по карте Я успел подъехать к своим союзникам Я успел подъехать туда, куда было необходимо Ну и соответственно Я продолжаю свое триумфальное шествие Отбрасывая снаряд за снарядом И обратите внимание У меня сейчас в запасе было еще два снаряда И в случае, если бы я даже косанул сейчас То в любом случае С этих двух снарядов Кушака я бы в ангар отправил отдыхать Однозначно Не знаю, ребят, как вы А я лично приложу максимум усилий Для того, чтобы данный танк себе в коллекцию заиметь Я просто обожаю машины Которые нестандартно выглядят Которые не перерисованы с кого-либо И которые действительно по геймплею Отличаются от многих других машин И эта машина безумно меня порадовала Это не реклама лесной ведьмы Ни в коем случае Это констатация факта Что если вы цените машины Не только за их доходность То тогда лесная ведьма Действительно предназначена для вас Ну что Давайте Давайте просто поразбираем Для того, чтобы посмотреть Что у нас получится По результатам За хороший настрел В виде серебра Хотя, как я уже сказал Данная машина Абсолютно не является фармером И вот сейчас Выпустив последний снаряд Ребят, вы видите Какое количество времени Мне еще необходимо Находиться на перезарядке Поэтому Напоминаю еще раз Если вы обладаете Лесной ведьмой Или вы ее получите То ни в коем случае Не откидывайте Последний снаряд Стоит также отметить Что у лесной ведьмы Есть отдельная механика Это аварийная гусля Которая позволяет вам В случае Если вам даже гусеницу сбили Откатываться назад Со скоростью До 4 км в час И поверьте мне на слово Это в боях Очень часто помогает В частности На лесной ведьме Когда вам необходимо Выдать свой барабан И откатиться назад Для того Чтобы уйти на перезарядку 2470 единиц урона Пускай один уничтоженный соперник А не целых 8 Но все таки Море удовольствия Однозначно получено 56 тысяч серебром С учетом прем аккаунта Если у вас не будет Прем аккаунта Понятное дело Заработок будет существенно меньше Ну и понятное дело Первое место В нашей команде По нанесенному урону Я безумно Безумно доволен Данной машиной И я очень Очень сильно Хочу себе ее получить На основной аккаунт Пишите свое мнение По поводу лесной ведьмы И сразу Забегая наперед Хотелось бы вам сказать Не верьте Тем ютуберам Которые скажут Что машина Ни на что не годная И что разработчики Ввалили в игру Непонятный хлам Это классная тачка Все зависит от того Через призму Какую вы будете ее оценивать 35 с половиной тысяч серебром Без учета прем аккаунта Это то О чем я говорил Не фармер Но в минусе Находиться вы не будете Даже если будете играть На голдовых снарядах Периодически Мне лично Машина зашла Ну а вы свое мнение Пишите в комментариях Если вы за честное мнение По поводу всего Что происходит в нашей игре Прямо сейчас Подписывайтесь на канал Ставьте лайк данному видео И обязательно Пишите свое мнение В комментариях Мне приятно их почитать Мира вам друзья мои И обязательно Спокойствие Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok